Всем привет, с вами профессор Гуглов. Я думаю, что в современном мире, когда каждый второй хочет себе айфон, эта тема будет очень интересна многим. Ведь этот телефон окружен многими загадками и тайнами. Не будем затягивать интригу и поговорим о пяти интересных фактах об айфон. Первый айфон был изобретен в 1983 году. Естественно, эта штука мало чем напоминала сегодняшний сотовый телефон. Это был обычный стационарный телефон, только с сенсорным экраном, управление на котором осуществлялось стилусом. Телефон этот был разработан Хармутом и Слингером из Apple и стал предшественником сенсорных экранов, которые используются сегодня для iPad и iPhone. Хармут также разработал Apple IIc, первый портативный компьютер от Apple. Но он не был представлен широкой общественности и хранился в архиве Apple. Только в 1997 году, когда Стив Джобс вернулся в компанию, проект был выпущен. Этот айфон не единственное изобретение Apple, которое так и не увидело свет. Прототип iPad появился за много-много лет до того, как он был выпущен. Интересно, что устройство 1983 года напоминало именно iPad с функцией звонка. Однако сейчас iPad обладает множеством функций, кроме возможности совершать звонки. Может быть, в скором времени она все же в нем появится. Значок артисты на iPhone или iPad Touch – это силуэт Бона, вокалиста U2. Еще в 2004 году Бона и другие ирландские рокеры были в очень хороших отношениях с Apple. U2 снялись для иконки, были одними из первых, кто представил всю свою дискографию в iTunes. Была даже выпущена лимитированная серия U2 iPod с автографами музыкантов. С тех пор группа уже начала сотрудничать с соперником Apple BlackBerry. Но силуэт Бона так и остался на iGadget. Еще интересный факт. На иконке карт в iPhone изображено место расположения штаб-квартиры Apple в Купертино, штат Калифорния. iPhone может пережить падение с высоты 4 километра. Парашютист Джаред Маккини выронил свой iPhone 4 из кармана на высоте 4 километра. Используя GPS-навигацию, Джаред нашел свой сбежавший iPhone в 800 метрах от места приземления – на крыше здания. «Хорошо, что он приземлился именно на здание, а не на чью-то голову», – пошутил тогда Маккини. На экране устройства, естественно, были трещины, но аппарат звонил и принимал звонки. Да и к тому же прекрасно работал GPS. Его ведь нашли. Маккини был очень сильно удивлен прочности устройства. Он такого не ожидал. Тем более, что до этого трещины на экране появлялись даже когда он ронял его на полдома. На всех рекламных скриншотах часы на iPhone показывают 9.42. На самом деле, в этом есть своя логика. Каждый раз, когда Apple выпускает новый продукт, в презентации они 40 минут уделяют раскрытию главных его секретов. Поэтому на скриншотах всегда и стоит 40 минут плюс 1-2 минуты, потому что в Apple точно знают, что они не смогут потратить ровно 40 минут. К слову, на всех скриншотах iPad показывает время 9.41. Что ж, на этом у меня все. С вами был профессор Google. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Увидимся!